Включите коленный модуль и активируйте Bluetooth в течение двух минут. Также Bluetooth можно активировать на две минуты, повернув коленный модуль на 180 градусов. Затем подключите Kineva Ksoft. Как только соединение установлено, контрольный светодиод на коленном модуле и устройстве Bluetooth загорится синим. Теперь вводите данные пациента в программу. Значения, указанные в рекомендациях по построению, должны быть перенесены на сборочный аппарат. Если вы не используете сборочный аппарат, соблюдайте рекомендацию по статическому построению протеза в программном обеспечении. Если вы используете аппарат PROS Assembly, необходимые настройки, такие как сторона ампутации, высота каблука и разворот стопы, должны выполняться с помощью этого инструмента построения. Следуйте рекомендациям по расположению коленного модуля и стопы Ksoft. Закрепите коленный модуль в сборочном аппарате с помощью вставки адаптера Отто Бок и отрегулируйте длину в соответствии с данными пользователя. Затем соедините культиприемную гильзу с коленным модулем. Обратите особое внимание на положение сгибания гильзы, указанное в рекомендациях по построению, и отрегулируйте компоненты протеза соответствующим образом. Проверьте расстояние между гильзой и гидравликой в положении максимального сгибания коленного модуля. Также убедитесь, что между гильзой и коленным модулем есть место в положении, когда модуль максимально разогнут. Затем затяните все винты до указанного момента. Выполните калибровку коленного модуля, удерживая протез в вертикальном положении, нажав кнопку «Калибровка» в программном обеспечении.